Когда для смертного И сон дневных трудов награда В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бдения В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечные угрызенья Мечты кипят в уме подавленном тоской Влачатся тяжких дум избыток Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный Развиваю цветок И с отвращением, читая жизнь мою Я трепещу и проклинаю И горько жалуюсь, и горько слезы лью Но строк печальных не смываю Эй, сорокие! О, пошло! О, пошло! О, пошло! Что вы, что вы? Вот прям освещает! Ага! О! Тая! 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 Зовёшь? Приставайся! Обижаешь парень! Отсюда до Михайловского с рукой подать! Мы топчим! Ну, смотри у меня! Пушкин! Пушкин! Иван! 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 Пушкин! Ну, где ты, Александр? Иван! Сашка! Иван! Пушкин! Ивана! Отпусти! Садушись! Француз! Спусти! Садушки везти! Ой, ой, ой! Сон в руку! Лицей приснился! Оставь старуха! Ты пойди, поздоровайся! Готи там меру! Сашка, ступай! Какого Господь послал? Ах ты, басулька, жена! Да, ступай, помни, там проснуйся, да барин, да не барское-то дело! Да полно, братец! Здравствуй, нянюшка! Да ступай ты в дом, Егожан, ступай! Ступай, ступай ты, Христа, радик! Здравствуй, нянюшка! Здравствуй, добрая старушка! Не что вы меня знаете, батюшка барин! Да как же тебя не знать, ежели тебя вся Россия зноет! Отпустите, батюшка! Проходите, чай в дом скорей, сюды, сюды, батюшка! Заслали тебя, Сашка! Прямо в какую-то тьму таракань! Чуть нашли! Янька, ужинать подавай, все, что в печи, все в настолниче! Наливки, настойки свои выставить, первого друга встречаю, няню! Не бойся, родимый, грязь лицом не ударил, все же делай в лучшем виде! Ой, неж-то я, неж-то я не понимаю! Александр Сергеевич, а девок-то кликать, ай как? А может, пригорская приказчика за барышнями послать? Не надо, там увидим, да. Господи! Отец уехал? В Апсков, барь дворовый, люто сердит и больно на тебя, уж собачка с ним поласкивает, а тут и точно пожар! Отставной поручик Иван Пущин, сын Иванов, первый выпуск царско-сельского лицея, номер тринадцатый, честь имею! Арина Родиона Яковлева, крестьянка, кормилица нянька Александра Сергеевича Пушкина, бонжур, дусье! Да, чин твой великий славен, нянюшка, ах, умолчу ли я о мамушке моей! Жанна, ты давай к столу! К столу! Ты уж не взыщи, пища у нас простая, огурцы да капуста. Да я уж привык, но вот настойка нянюшкина, такой, я уверен, ты не пробовал. Чудо, что мастерица! Ну, первый мой друг, и полней до дна! За Русь! За Русь! Дадна! Кока, во жанна, бьен! Живу, дэм, мадам! Чего? Александр, переведи дух, перехватила! Нянька, он тебя уже полюбил, милая! Душевная настойка! Отныне шампанское побоку, нянюшка, непременно мне рецепт напиши! Не сподобил Господь письму, с измыльствами обучена от перчавого! Я напишу тебе его в стихах! Ты закусывай, Жанна, закусывай душа мою! Нет, Саша, давай еще по одной, за тебя! За тебя, Жанна! За тебя, друг мой! Честь, польза, Россия! Вот мчится тройка почтовая, по Боге моя! Честь, польза, Россия! Красиво! Это ваш девиз, Жанна? Чей? Ваш! Не понимаю, о чем ты, Александр, какие огурчики, а? Не еле, Жанна, ты понял, о чем я! Саша, а давай еще по одной! Давай! За друзей! Тебя все помнят и любят и искренне желают твоего скорейшего возвращения! За друзей! За друзей, Жанна! Во! Картошечка! Картошечка наша, Михайловская! Кушайте на здоровье! Ой, благодарствуй, нянюшка! Ой, радость ты какая! Ешь, Жанна, ешь! Ешь, пока горячее-то! На меня не смотри, я сытый, мужа! Полтва! Янька, дверь закрой! Иван, а ты ко мне приехал или за мной? Батюшки! Саш, а я не сразу заметил, а бэкенбарды тебе к лицу? Да ладно! Сразу что-то такое львино-тигриное! А пирожки с чем? С грибами! С грибами? А в кувшине что? Квас! Квас? С хреном! С хреном? Ну-ка, попробуем! Вот это хрен с квасом! Иван, а ты мне так и не ответил! Ко мне или за мной? Что, Иван, час пробил? Напрасно ты меня со счетов сбрасываешь, напрасно! Меня сам царь боится! Да ты что? Да, хоть я и давно здесь, но и до меня кое-какие вести доходят! Мне сказали, что император жутко перепугался, когда нашел мою фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу! Пушкин в столице! Гараул, жандармы в ружье! Но потом, оказалось, приехал не я, а мой брат Левушка, тоже Пушкин! Но все равно бдят жандармы стервы, бдят Пушкина бдят! Вы, сэр, боятся стервы! Ах, Александр, брат ты мой дорогой! Да напрасно ты мечтаешь о своем политическом значении! Я скажу тебе прямо, вряд ли кто-нибудь смотрит на тебя с этой точки зрения! Да ну! Да пойми ты, горячая твоя голова! Вся читающая наша публика благодарит тебя за всякий литературный подарок! Твои стихи приобрели народность по всей России! Да ты один делаешь больше для блага и чести отчизны, чем все мы вместе взяты в нашем тайном обществе! Добро, сэжэнно, нон, сэнэ па пссиблэ! Хорошо, хорошо! Увижу, лё, друзья, народ неугнетенный! И рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной! Взойдет ли, наконец, прекрасная заря? А? Кто написал? Пушкин! Да ты что? Ну и что? Хорошо, а это? Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог! Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть! Власть, Александр, власть! Что, мало? Ну, как сказать оно? Тираны мира трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! Каково? Ну и что? Да за это четвертовать мало! О, Господи же! Это набат, Александр! Бесстрашный набат, который гудит уже восемь лет по всей Руси великой! Вот знамя, вот манифест! Увижу ли я, друзья, народ неугнетенный? Ах, Пушкин, Пушкин! Да любой человек, слыша эти строки, сбрасывает в себя шелуху трусости, корысти, мелкого тщеславия, подлого страха! Ты пойми, Саш, ты задеваешь в людях лучшие, благороднейшие струны, как бы долго они не молчали! Спасибо, Жанна! Спасибо! Ты прости за высокопарный штиль, но нас так воспитали! А общество... Ну, скажи мне, Жанна, Жанна, для меня! А ничего я тебе не скажу! Не настаивай, Александр! Скажу только одно, что много среди них твоих друзей и знакомцев, которые давно уже вступили на опасный путь тайного служения в пользе народной! Релеф! Нет! Пестель! Нет! Релеф Апостол Бестужа Применкаковский! Ну и Кегельбекер! Кто? Юхля! Нашел Карбонаря тоже! Ну, полный брат Пущина я и не настаиваю! Может быть, ты прав, что мне не доверяешь? Вероятно, я этого доверия не заслуживаю по многим моим глупостям! Слушай, брат мой, а до меня ведь только теперь дошло, почему блестящий офицер Лейбгвардии после пяти лет службы на пороге скорой и блестящей карьеры вдруг сделался надворным судьей. Гвардии уже заразили свободомыслием, теперь принялись из-за административный аппарат. Я вас понял, Жанна. Я вас понял. Понял и молчи. Понял. И молчу. Молчи. Я молчу, Жанна. Молчи! Не волнуйся. Отца нет, он в Обскове. В доме никого нет, все тихо. Да, Саша. Да, мы будем на Сенатской площади. И солдаты Лейбгвардии и Коногвардейского эскадрона обеспечат нам поддержку. Ты знаешь, я не сторонник цареубийства, но я за насильственное ведение конституционного правления и за арест царской семьи. Ты веришь в успех восстания, Жанна? Неколебимо. Хотя о наших планах уже известного дворца. Да ты что? Знаю, наверное, многие наши части ненадежны. Да и избранный нами диктатор колеблется. Кельмерт, и все-таки ты... И все-таки я убежден, что нам необходимо выйти самим и вывести солдат на площадь. Когда же она? Продумал, мужик. Прости. Назначенный день и час. Даже если восстание будет обречено? Да будь что будет, Саша, пойми, нам нельзя сидеть сложа руки на одном месте на том основании, что плеть и обуха не пережибешь. Если мы не выйдем на площадь, если мы ничего не сделаем, то в полной мере заслуживаем имя подлецов. Я буду с вами, Жанна. Нет. Я должен быть с вами, друзья мои. Жанна, по-другому, Жанна, с любви. Жанна, Жанна! Ты не имеешь права, ты себя не принадлежишь. Жанна, Жанна! Состояние России, хватит об этом. Все, сету! Я прошу тебя. Вы и д'accord, мой жар. Д'accord. Нянюшка! Арина Свет Родионовна! Век плезир! Ну, где ты там? Да туточки я, да. Голубка дряхлая моя. Ну уж, какая есть. Ох, нянюшка, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Да что вы, батюшка-барин, это брашку кружками-то пьют. А у меня рюмочка. Всегда с собой. Да. Давай, нянюшка, выпьем на будершафт. Чего? На ты, няня, на ты. На ты, нянюшка, на ты. А то ты все меня на вы да на вы. А я ведь его братец лицейский, чугунник. Вот, смотри, чугунная. У Александра такое же. Лицейское братство чугунными кольцами спаяное. Да не из моей, нянюшка. Давай, вот так. Давай, ну. Не дотянуйся. Ох ты, маленькая моя. Святый Господи. А рюмочка-то? Рюмочка-то мою. Да ничего с твоей рюмочкой не будет. Батюшки мои. Господи, помилуй. Батюшки мои. Ой. Саи. Ой, свят, свят, свят. Молодец. Держи. Ой, батюшки мои. Да не из моей, няня. Не из моей. Давай. Ну, а теперь поцелуемся. Да. По-христиански, няня. По-христиански. Ну, а теперь зови меня. Саш, как она тебя маленького звала? Ласкова Сашенька. Когда стердилась деваленок. А строго как ты, няняняка? Ляксан Сергеевич. Ляксан Сергеевич. Ну, меня отныне зови. Ивану. Ой, батюшки мои. Ой, батюшки мои. Ой, батюшки мои. Ой, батюшки мои. Меня с измальства так никто не тятежкал. Ты лучше скажи, нянюшка, пош, что ты, братец Иванушка, всю мою настойку вылокал. Да. Прорва ты, братец Иванушка, а не калежский асессор. Нянька, еще настойка есть. Неси давай скорее. Алле, алле, алле. Кушайте на здоровье. Ой, радость-то какая. Чугунный Ванюшенька к Сашеньке приехал. Ты слышал, как она тебя? Чугунный ты, Ванюшенька. Братец ты мой, Сашенька. Чего, Ванюшенька? Если бы ты был настолько же умен, насколько глуп, то мудрее тебя не найти в целом свете. Браво. Проститься, я к тебе приехал, Александр. Проститься. Чует мое сердце, не увидимся, мы больше с тобой на этом свете. Да ты что, Иван? Полный брат мой. Что ты? Жано, что за страх, ребятки? Иван, вспомни, Бомарше еще говорил, коль мысли черных к тебе придут, откупали шампанскую бутылку или перечти шинить Буфигарону. Жано. Шампанская моча бьет струей, шипит и пенится. Ну и вот давай настойку нянюшкину Родионовку. Я сейчас. Ну скоро ты там, милая моя. Вот, кушайте на здоровье. Жано. А может еще чего подать? Ой, захмелел Ванюшенька-то наш. Может грибочков, а яблочек моченых. Не надо, ты нам кофе свари ты покрепче. Я сделаю. Ну, Сашенька, я просить тебя хочу. Там Олюшка. Уж ты сделай милость, пригласи ее к столу. Сам знаешь ее положение. Не скроешь теперь. Двор не вовсю болтает. Родитель ей на аспид поедом ест кто-то что. Уж ты яви барскую волю. Цыкни на него, бывает, чтоб место знал. А то уж моду взяли барские дела судить. Я цыкну, няня. Я на них всех цыкну. Я так цыкну. Ну, нянюшка, начнем все сначала. Ну, силен ты, брат мой. Я думал, вправду спьянился. Жано. Жано. Вот, Александр, держи. Тебе привез. Ума? А что это? Грибоедов. Горе от ума. Светка не ты хорошо. Сатира на политическое устройство. Хлесткое. Много шума наделала. Уверен, тебе понравится. Не в бровь, как говорится, а в глаз. Не образумность виноват. Я слушаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят. Анмусов, Скалозуб, Грибоедов, тезка, я его знал, Жано. Да ты что? Да. Мы с ним оба были зачислены в коллегии иностранных дел переводчиками. Уже тогда помню его злобленный ум, мелколичный характер. А очень интересно, каков слог, Жано? Браво. Какой слог? Ладно, Саша, оставь. Потом прощешь. Браво. Браво. Давай выпьем. Выпьем, Жано, выпьем. Давай выпьем. Пока свободаю горим, Жано. Пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные порывы. Ты что ли все мои стихи наизусть знаешь, а, Жано? Пушкина всего объять невозможно. Но стремиться к оному должно. Как же ты их заучиваешь, как школяр, что ли, а, мужа? Просто переписывай много раз гусарам, друзьям, солдатам в полку. Да мало ли кому. Особли вот эти. Мужайтесь и внемлите, восстаньте падшие рабы! Я правильно понимаю, Жано? Правильно понимаешь, и молчи. Я молчу, Жано. Молчи, молчи. Молчи. Я молчу, молчи. Ой, егаза. Ой, егаза. Я молчу, друзья мои. Саш, скажи, а сколько ты уже здесь? В ссылке? Души почитай, четыре месяца. Четыре месяца, как один день, мужа. Заезжал кто-нибудь? А? А что ты там пишешь, Пит? Так, несколько строк, чтоб не забыть. Пушкин. Ви, мужа. Прочти. Поэта, дом опальный, Попущен мой, Ты первый посетил. Ты усладил изгнание день печальный, Ты в день его лицея превратил. Браво. Спасибо, брат. Уважил. Не уважил, а увековечил. Дарю, молчу, раме. Ты что, нашим прочту. Вот ты хотел быть с нами, вот и будешь. Может, что получше тогда, а, Жано? Нет, получше не надо, Саш. А то не поверят, что у тебя был. Поверят, Жано, я подписал. Саш, а как тебе вообще тут работается? Есть что новое? Не писать я не могу, это как не дышать. Закончил первую часть Бориса Годунова. Третью главу Евгения Онегина. Поэма «Цыганы». Стихотворения, посвящения там разные. Девицам из Стригорского в альбом. Соседи они мои в трех верстах. Красивые? Некрасивых женщин не бывает, Жано. Бывают просто плохие мужики. Тебе, как кавалер Гарда, известно, не хуже моего? Слушай, брат мой, а ты часом не женился, а? Сказывай, сказывай, сказывай. Я повенчан свободой, Александр. Не переношу цепей, даже если они из золотых колец. И потом, если со мной что случится, я один. И ответ перед Богом буду держать только за себя. Так легче, брат. Я понимаю, понимаю тебя, Жана. Но это не значит, что я монах. Я уж испугался. Любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны. Ты это тоже гусаром да солдатом читаешь в полку, да? Нет. Это я себе читаю на ночь вместо молитвы. Давай за любовь. За нее мы еще не пили. За любовь! Саш, а что ты там насчет трегорских барышень говорил? Сколько их там? Три, три, и мать их хороша. И мать их! И всех не пощадил. Я этого не сказал. Ай-яй-яй. Жанно. Ай-яй-яй. Пушкин, Пушкин, как ты мог, а? Чем же ты их берешь, сверчок? Красотою. А я по весу вечно праздный, Подомок негров безобразный, Взращенный в дикой простоте любви, Не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте, Бестыдством бешеных желаний. Браво! Мавр! Горжусь тобой! Ну, а как звать-то? Да ну, неукрюжая жеманница, кокетки. Вот к ним приезжала родственница из Петербурга. С мужем развелась, приехала в Тригорское. Погостить. Это я тебе скажу. Это было упоение, Жанно. Это была достойность стихов. Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос, Нежный, И снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв, мятежный, Рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос, Нежный, Твои небесные черты. Глуши во мраке заточенье Тянулись тихо дни мои, Без божества, Без вдохновения, Без слез, Без жизни, Без любви. Душевно стало пробуждение, И вот опять явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, И для него воскресли вновь И божество, И вдохновение, И жизнь, И слезы, И любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво. Саш, Скажи, А они у тебя есть на бумаге? Хватит, Дураков больше нет, Не дам. Ой, Да не больно-то и хотелось. Я просто автографы твои собираю. Да-да-да-да, Автографы он собирает. Да ладно же оно, Я перепишу тебе и дам. Разве могу тебе отказать, Друг мой? А что? Пробирает, Да. Пушкин, Пушкин, Ты и стихи пишешь гениальные, И любишь ты гениально. Спасибо, Друг мой. Страсть. Хотелось бы узнать, Ну, Кто Она? Кого ты Увековечил? Она. Фамилия-то у нее есть? Она. И все. А я б тебе сказал. А я тебе не скажу. А я б тебе сказал. Саш, ты пойми, Полюбил и не рассказал, Один раз полюбил. А полюбил и рассказал, Дважды полюбил. Все равно ведь узнаю, Но не от меня. А лучше сто раз полюбил И никому ничего не рассказал. Что это? Ай, Волки. Братья мои, Михайловские. Какая мне здесь тоска, Жану. С отцом дня не пройдет, Чтобы не поругались. Кабы не писанина постоянная. Настойка нянюшкина. Да походы в Тригорске Я сам бы волком забыл. Тоска, Жану. Тоска. Ну, правда, Осенью во Пскове С мужиками на ярмарке Было развлечение. Погуляли лихо. Даже подраться пришлось С полицией. Да ты что? Хорошо, у меня с собой Моей чугунной палки не было. Господь Бог уберет. Эх ты, Жану, А ты меня, мавра, С собой на сенатскую Взять не хочешь? Не хочу. Возьмите, друзья мои, Пригожу, Жану. Так кто ты говоришь, У вас там диктатор, Ты избрана? Сказывай. Вот делал, а. Ведь и впрямь чуть не взболтнул. Да у него даже имени нет. Трубецкой. Черт ты кудрявый. А больше некому. Ой, заговорщики, Никто ничего не знает. А помните, друзья мои, Добров не кончится. Кровь прольется, Я сердце чувствую. Жану. Там кто-то за дверью. Ну и слух у тебя, Жану. Кто там, нянька? Ольга, что ли? Пускай пойдет. Вы, я антрей. О, гер, маншер. О, гер, дей. О, боже. Модесс. Ольга, ну что ж ты испугалась? Иван, брат мой названый, Не обиди тебя, что ты. Улыбайся. Улыбайся, милая. Улыбайся, улыбайся. Ольга, а по батюшке как? Михална. Михална. Калашниковы мы. Калашников. Ольга Михална, прошу. Можно, Оля, можно. Оля, Оля, Оля. Оля, Оля, Оля. Оля, Оля, Оля. Оля, Оля. Оля, пей до дна. Пей до дна. Пей до дна. Эй, 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 эй. Хороша Маша, да не ваша. Пардон. Жанно. Пардон. Жанно, Монша. Зыграла ретиво, я думаю. Это, я как понимаю, твоя пассия. Крепостной роман. Тссс. Она, мне кажется, того или показалась. А нет, не показалась. Мой грех обрюхатил. Она тебя за муки полюбила, а ты ее за это полюбил. Фу, сэвулья, сэмобэй. Прости, брат. Не смей, не обижай ее, Жанно. Жанно, не получается, извините. Не надо, зачем? Олюшка, а что ж ты гитару свою не захватила? Голос у нее, Жанно, про все забудешь. Модесс. Гитара с ней. Богиня. Гитара. Модесс. Олечка, садись к столу, поешь, чтобы послала. До сыта я, Сашенька. Сашенька. Ой, Александр Сергеевич. На кухне недавно щи похлебали, каша с молоком будет, а то я вон толстеть начала. Ты поешь, еще раз просит. На вивочке сладенькой выпей, выпей да попой, повесели, господ. Ой, мне бы скинуть годочков двадцать. Уж я бы отвяла душу с эткими-то молодцами. Да не голодная я. Благодарствуйте за свиданец. Олечка, сядь здесь. Спой то, что я больше всех люблю, по моему. И для гостя нашего. Вселенного с любви. Не корите меня, Не броните. Не любить я его не могла. Полюбивши же все, что имела, Все ему я тогда отдала. Где девичий мой смех серебристый, Где беспечная резвость моя. Все ему одному безраздельно Отдала безрассудная я. Я готова забыть свое коре И простить ему все его зло. Не корите ж меня, не броните. Мне и так тяжело, тяжело. Не корите ж меня, не броните. Мне и так тяжело, тяжело. Так нельзя. Вот за этот русский народ мы и выйдем на площадь. С залпом! Пли! Пли! Ах, Оленька, Позволь мне хоть ручку твою поцеловать. Так, начинается. Можно, Оля, можно. На, цел. Шут ты, Бабакирев, а? Оленька, всю бы тебя расцеловал, да? Вот Пушкин рядом, а? Вот, Оля, возьми. За голос твой, за красоту, за талант. Браво, Жанна. Бери. Возьми, Олечка, и вам не отстань, спрячь, годится, пригодится. Куда ты спрячь? Все, она тебя отбимет. Возьми, милая. Ой, шутка, столько денег. Мы же таких денег отродей с ней виды были. Бери, бери. А я припрячу. Няня. Оленька. Нянька. Русь, ты моя талантливая. А где ж ты так петь-то выучилась, а? Да еще и на гитаре. Няня. Так с измышства слыхала, как другие поют. На вечерках, на свадьбах. Да и дома зимой у нас особливо. Вечера длинные. Придем да поем. Придем да поем. А уж когда ягоды в господском саду собираем, так уж тут не петь никак нельзя. В господском саду, Сашенька? Не робей, Олечка. Я уже об этом пении Вивьёни Онегиде написал. Ты сказывай все, сказывай, не бойся, сказывай. А на гитаре? А на гитаре, это уж когда меня в господский дом взяли в услужение. Папенька, Александр Сергеевич, гитару дал, велел выучиться. Иначе расшибу, говорит, ее твою башку. Простите голову. Башку, башку. Помогли люди добрые, дед мой. Он на балалайке уж больно гораст был. А я все больше на слух подбирала. Ты цыганские-то песни попой. Уж больно они жалобные. Ровно плачь. А цыганские-то откуда? Ой, так у нас, скажи, на лето табор в лугах стоял. Пока нынче мужики их в рогательной давколе не взяли. А что, так не взлюбили? Так ведь избаловались. Шалить начали. То одно пропадет, то другое. Барских коней упряжных увели. А у Александра Сергеевича он прямо с табуна верхового скакуна. Тоже. А ведь хороший еще конь был. Хороший. Хромал тут. Полный болтай пеняни. А Александр Сергеевич на нем по округе лихо носились. Теперь пешком ходят. Палку вон какую здоровую с собой носят. Саша, это ты про этих цыган поэму сочинил? Про других, про Бессарабских. Ах да, Бессарабские это другие цыгане. А мы гостям завсегда рады. Ой, батюшки, батюшки. Иди-ка ты спать. Да Ивану в горнице постели, да протопи, чтобы не замерз. Ой, обижаешь, обижаешь, родина. Я уж все справила. И печь Никитка затопил. И постель послана. И две девки в бане намылись. И постель греют. Радость-то какая. Чугунный Ванюшенька к Сашеньке приехал. Все веселее ему. А то он все один да один. Все пишет и пишет. А бумаги-то сколько портит. Страсть. Ой, мне бы скинуть богадочка в двадцать. Уж я бы отвяла душу цепкими-то молотцами. Я на буртуа. Ой. Ой, дед, ты мой дед, козлиная бородка. Погляди-ка на меня, какая я болотка. Говорят, что я старуха. Только мне не верится. Ну, какая я старуха? Все во мне шамеется. Браво! Браво! Антон Игла! Браво! Антон Игла! Поддержите! Это не надо! Не надо! Саша, а частушки тоже ты зачиняешь? Пусть будет она сама. Там дальше матом было, Жанова. Ой, Александр Сергеевич, ну опять его нянтюшку-то напоили. Да-да. Саша, скажи, а зачем мне двух девок-то в койку? Бурква двух монами. А если одна не понравится, а тут выбор монами. А если мне обе понравятся, что тогда? Тогда умолкай тебе, Господь Бог. Что-то ко сну клонит. Ну, господа, время позднее. Пора отдаться. Морфею, как ты на это смотришь, Александр? Положительно накровательно. Основательно. Оленька, прошу прощения. Цыганские песни в другой раз послушаю. Так вдруг... Спать захотелось. Саша, сделай милость. Дай мне список гаврильяды, если есть, конечно. А то завтра поутру уеду, позабуду спросить. Страсть, как хочется заполучить опасную поэту. Хорошо, я перепишу тебе и дам. Только ты распространяй под большим секретом. И только кому беспредельно доверяешь опасным ушах. Обижаешь, брат, обижаешь. Ну, поговорим о странностях любви. Ольга Михайловна, Александр Сергеевич, честь имею! Поговорим о странностях любви. Олешка, проводи, сам не найдет. Настолько возьми, пускай девок погаснет. Я уж не буду. Не дудышь! Жанна. Ой, Александр Сергеевич, ой, стыдуха. Там Танька с Катькой гостей увидали вашего, и не уходит ни одна. Меня выгнали, сами заперлись. Ой, бесстыжие. А что делать-то? Да ничего не надо делать. Иван, мужик крепкий, гусар, не робко у десятка. Справится. Да. Сашенька. Да, Оля. А мне что, уйти? Нет, Олешка, останься, мне хорошо с тобой, милая. Да куда же Гавриля-то подевалась? А вы что это сочинять будете, Сашенька? Я стихи старые, по памяти записывать буду. Неужто помнить? Помню, Олешка. Помню, Олешка, помню. Я все помню. Вспомни цыганскую, а? Да. Ой, да не будите, Оля. Хорошо. Ой, да не будите, Туменман Малатова. Ой, да пока солнышко, Ромал не взойдет. Ой, любва, Мне нянька сказала, Отец прибил тебя. Да что это она? Зачем? Мне что? Да подумаешь, дядя вожжами поучила, А что мне сделается, Александр Сергеевич? Не в том беда. А в чем это? Ой. Прости, Оля. Ну что вы, Сашенька? Прости, Олешка, прости, милая. Это же счастье мое. Прости, милая. Вы теперь во мне на всю жизнь. За Пашку Сурова грозит отдать. А то мы все одиночном брюхатые, лишь бы приданная по боли пьянница. Не плачь, Олешка. Я все сделаю. Все, что в моей власти, я сделаю. Ну что можно-то? Ведь мы крепостные батюшки вашего и братца ихнего Василия Львовича. Я выкуплю тебя у отца моего и вольную дам тебе вместе с твоим семейством. Я выкуплю. Ну что, ну, вольная лица, Сергеевич? Мы без господства жить-то не способны. Ну, куда же нам деваться без вас? Хорошо, я поговорю с отцом моим, чтобы он назначил отца твоего Михаила управляющим в Болдина. Мужик, он грамотный. Денег дам сколько понадобится. Попрошу заботиться о бедном малюке. А если то будет мальчик, то не отправлять его в воспитательный дом. Но уж когда волей судьбы стану барином твоего отца, то сочту с ним в худом или в хорошем исполнении моего поручения. И нового выхода не вижу, Олюшка. решит все по совести, благоразумия, твоей выгоде. А это что? Я не имею возможности, к сожалению. А сейчас ступай, мне писать много надо. Да. Постой. Постой. Постой, Мила. Деньги возьми, спрячь. Няньке не давай. Иван от чистого сердца. Полно, Милая, полно. Спаси Христос. Я ждать буду вас, Александр Сергеевич. Всю жизнь мою ждать вас буду, Сашенька. Любый мой, родной мой, желанный мой, и наглядный мой. Олечка. Сашенька. Сашенька. Любезный сын мой, может, вы прерываете свое вдохновение и обратите внимание на мое присутствие? Простите, отец, увлекся. Заканчиваю Бориса Годунова. Похвально, похвально. Я кое-что уже на память знаю. О, право. Но если ты со мной хитришь, то головой сына, клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич во гробе содрогнется. Не спал? Не казнь страшна, страшна твоя милость. Перед тобой смогу ли я, Лукавич? О, тяжела ты, шапка Мономаха. О, тяжела ты, шапка Мономаха. Ну, что так, мразь, отец? Мне остается только разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына. Видно, вы не знаете некоторые новости. Что такое, ну, просветите мне синий влюблень. К нам в уезд прибыл жандармский агент Башняк. Башняк! Для тайного исследования вашего поведения, Момфис, ему уже доподали известно ваши похождения. По ярмарке в Лапскове, в красной рубашке, ваши пьяные загулы с мужиками, драка с полицией. Да, ну, да позвольте, откуда вам все неизвестно. Я вас вызвал вчера, я ездил в Лапсково. О, мой день. Будь проклят тот день и час, когда вы свалитесь ко мне в Михайловске, как снег на голову. Александр, я должен признаться вам, мой долг христианина, вернокодного его высочества, заставил меня, в общем, меня заставили согласиться, приклядывать собами. Что? Вы, родной отец, согласились осуществлять полицейский надзор за сыном, родным сыном, пусть даже обманным. Это непостижимо. Это непостижимо. Ваши вольнодумцы, Александр, приносит огромный ветвь, репутации наши, тебе, и особенно вашей сестре, и брату, Лёвушке. Мы живем в такое время, когда каждый наш шаг становится здесь и там. А у вас очень много врагов. Грязно больше, чем вы предполагаете. А уж завистников. А уж они-то непременно присылать отец в глазах императора человеком, который не выносит никаких ограничений, который восстал против всех законов, божеских и человеческих, из которых получился дурной гражданин. Да и дурной сын! Дурной сын! Вы, одаренный Богом человек, неужели вы не чувствуете паспудные течения, связанные с вашей судьбой? Я чувствую, мой парень, я все чувствую, как здоровье Италасово, ваше чудесное. Удерживает такой образ жизни, вечно без копейки, вечно в карточной долгах. Карты в русской жизни относятся приложенные и неизбежные стихии, а долги я плачу с дуэлей, ваханалии дни и ночи напролет, увлечить дома, блядь и с их гнусными болезнями. Вам 25 лет, а вы уже законченный тип самого грязного разврата. В российских лет я написал около трехсот стихотворений. Я написал братья-разбойники, бахчисарайские фонтаны и цыганы. Вы написали Гаврилеану Пушкин. Графа 0 на 3 главы Евгения Онегина. Я написал Борис Дагадунова. Вы написали Гаврилеану Пушкин. И всем преступным богохульцам зачеркнули все ваши благие деяния. Да знаете ли вы, что жандарский генерал Библиков упоминает о ней в своем донесении на высочайшее имя о пасках, об авторе этой гнусной поэмы. Что вы на это скажете, а? В первый раз я увидел Гаврилеану в лице. Не то в 15-м, не то в 16-м году. Потом переписал ее. Вы отрекаетесь, да? Я сказал, я с тех пор ее не видел, Монтех. А это, позвольте спросить, что это такое? Если мне не изменяет зрение, это ваша рука. Ваша рука! Ваша! Переписал он. Вы, родной отец, выкрали у меня рукопись, чтобы показать вашему жандармскому агенту, как отчет о вашем благонамерении. Надзиратель! Не забывайте, Александрия, все-таки ваш отец. Извините, вы на львово сомневаться в этом, Монтех! Надзиратель вы! Дурак! А ты гениальный дурак. Да если бы я только показал эту рукопись, этому агенту, сейчас перед вами стоял не ваш несчастный отец, а жандармский фельдъегерь. Так что благодарите судьбу, что она послала вам такого родителя. Хорошо, что только родителей дает нам судьбу. А друзей мы выбираем сами. Каких друзей? Позвольте вас спросить. Каких этих бунтарей и заговорщиков вроде Ивана Пущина, что он нынче посетил вас? Кто вам сказал об этом, а? Кто? Кто вам сказал об этом? Не подходите ко мне, не подходите ко мне. Не подходите ко мне, не подходите ко мне. Я сейчас тебе подворню. Кто вам сказал об этом? Убивают Микита, Микита. Стрельский стал, я эту спальню свою убиваю. Ой, убивает его, ты подумай. Я вам русским языком говорю. Их высочеству давным-давно все известно. На кого посигнули? На помазанника Божьего. В опасные игры играете, молодые люди. Ну, кто там еще? Горелеев, Каховский, Муравьев-Апостол, Бескужев этот, Рюмин. Плах на всех хватит, на всех. И вот что еще хочу сказать. Оставьте вы свои планы бегства за границу. Через Константинополь. Через Дед. Глупость какая. В России вы на привязи навеки. И не побуждаете никакой свободе. И поверьте мне, как отцу, поверьте. Свобода вам не нужна. Не нужна. Более того, Александр, она для вас опасна. Вы русский ветеран. Вы поэт русский. И ваш удел воспевать русскую природу, русский характер. Русский патриотизм, в конце концов. И это государь высоко поценится. И именно это и удержит ее от решительных действий в ваш адрес. Ну, так будьте благоразумны. Не искушайте судьбу. Братец мой. Дядюшка-то ваш. Гляньте, Василий Львович. Вы предлагаете мне так же встать на колени. Сергей Львович, Сергей Львович, Сергей Львович. Ну, если вас не трогают слезы отца, то пожалейте хоть вот вам и матушку вашу пожалейте. Хорошо. Если правительство прекратит мою опалу, то я готов с ним договориться при полной ясности для обеих сторон. Мерси. Гран, 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 мерси. Только вам решительно заявляю. Не отвечайте за меня и не ручайтесь! Мое поведение будет зависеть от обстоятельств и от похождения со мной правительства. Жакон Хом. Мне пора. Я уезжаю в Петербург. Вещи уже уложены. Ну, что прикажете передать матушке вашей? Ну, и сами знаете, кому. Передайте матушке. И сами знаете, кому. Александр, это очень здорово. Спасибо. Что это? В уединении мой, своенравный гений, познал тихий труд и жажду размышлений, владея днем моим с порядком дружен ум, мучусь удерживать внимание долгих дум, спешу вознаградить в объятиях свободы, мятежной младости, утраченные годы и в просвещении стать с веком наравне. Довольны? Это лучшее доказательство вашей благоденадежности. Извините. Можешь, можешь. Только дату и подпись, а то не поверят. Все, вы избавляетесь от моей опеки. Больше надеюсь не докучать вам мораль строгой. Дату, 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 дату. Александр. Здорово, Малтис. Да, отец, я хотел бы просить вас об одном одолжении. Денег нет. Я не об этом, отец. Я сказал денег нет. Я сказал денег нет. Да я не об этом, отец. Тут крепостная ваша с дядей. Калашникова дочь. Ольга, что ли? Ой. Не могли бы вы распорядиться перевести ее в полдень? Пуко. Зачем? Ну, говорите прямо, что вы внетесь? Вам это не смертельно. Я обрюхатил ее. Теперь ей житья нет в деревне. Допелось. Улучшайте породу михайловских крестьян. Мерси, мерси. А я догадаю, о ком вы пишете? Там девы юные растут для прихоти развратного злодея. Это я вас имел в виду. Мерси. Хорошо. Я отошлю ее, вашу отчину, Болдину, в эту глухомань. Да, и отца ее, управляющую себя. Михаила, да? Да, к вам. Пусть он у вас там боролит. Ну, вот и слава Богу. Пойдем. Пойдем, милая. Пойдем. Пойдем. Ну, что ж. Простимся, Александр. Бог знает, когда свидимся еще. Ну, какое-никакое. Но я ваш отец. Александр. Александр. По-христиански. Башняк. Побсковье. Это только лечеина, сын мой. Под ней скрывается Фогель. Фогель. Личный конфидент царя. Он взял твой след, а он без крови не уйдет. Ой, кредит, большая беда, Александр. Пройдется море крови. Уничтожил все дурные бумаги. Переписку с друзьями. Чем бы их драл на этих друзей. И говорят, сожги, сожги. Ну, не писал, не писал. Да вообще не умеешь писать. И все, больше ничем помочь тебе не могу. Ой, кредит, большая беда. Пройдется большая кровь. Кровь, давай. Прощай, мой сын. Сашенька, ангел мой, вставай. Вставай. Негоже на закате спать, головушка. Болеть будет. Вставай, ангел мой. Да, Иван встал. Как он там? Хватился. Уехал он. Полтру. Да. Я ему в дорогу поесть собрала. На стоечке. На стоечке бутылочку. Да. Дворней провожали. Уж такой веселый. Так всем понравился. И с саней кричит. Нянюшка, услышишь? Скоро обо мне. Храни Господь его. Ой, так он это вот, вот, записочку оставил. Велел не будить. Я, говорит, по-аглицки, не прощаюсь. Сел в сани и поминай, как звали. Лихой Ванюшенька-то. Да. Храни Господь. Дорогой друг, обстоятельства, о которых ты догадываешься, требуют моего скорейшего возвращения в Петербург. Пришли тебе с оказии письмо. Если ты еще не остынешь в своем благородном желании, то приезжай прямо на квартиру Корылееву. Да. А пока прощай твой большой женой Иван Пущин. Будет поблизости горящая свеча. Сожги сие послание, дабы оно не досталось кому-нибудь след. Да, а девки твои чудо, как хороши. И причем обе. Жанна. Нянька! А отец мне приснился или нет? Не пойму я никак. Заспал ты. Как только Ванюшу проводили, ваш батюшка из Пскова вернулся. Разговор у вас был нехороший. Кричали вы друг на друга очень. Вышел он от вас в расстроенных чувствах. Собрался и уехал. Беда, говорит, грядет. Большая беда. Не приснился. Нянька! Нянька! Вели Кущину запрягать! В Петербург мне ехать надо! Письмо Ивана сожги немецкой. Апалитуйся! Нельзя! Нельзя сюда! Я не благословлю, не пущу. Нет, так чё. Ой, Крестораде, прошу, нет! Гавриаду, к чё, на чё? Нет, не сядь туда, нет! Пусти, друзья мои, там нянечка. Друзья мои, там нянь, пусти. Стань на колени, стань на колени, молись. Молись, повторяй за мной. Отче наш, стяжись на небесе, услышь меня грех, что он. Молюсь его об умирении сердца владыки. Молюсь об украшении духа его свирепости. Молюсь об украшении духа его свирепости. Всё, нянька, поздно. Не помогай, твоей молитвы. Можа, няня, всё придай! Да! Ангел мой! Ангел мой живи! Матушка царица не грязная! У крови обранили… Ахиааааа… Продолжение следует... 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 Язык не поворачивается, Ваше Величество. Вы генерал-шеф жандармов или шеф пансиона благородных девиц? Читайте все. Слушаюсь, Ваше Величество. Где же ты остановился, не сыщу никак. Запамятовал. И счастлива в прелестной ноготе Сама своей дивилась красоте. Так точно, Ваше Величество. Благодарю вас, нашел. И что же, вдруг мохнатый белокрылый В ее окно влетает голубь милый. Над ней он порхает и кружит И пробует веселые напевы И вдруг летит в колени милой девы. Над розою садится и дрожит. Клюет ее, капошится, вертится И носиком и ножками трудится. Он точно он, Мария поняла, Что в голуби другого угощала. Колени сжав, еврейка закричала. Вздыхать, дрожать, молиться начала. Заплакала, но голубь торжествует. В жару любви трепещет И воркует, и падает. Объятый легким сном При осенят цветок любви Крыло. Он улетел. Усталая Мария подумала, Вот шалости какие! Один, два, три, Как это им не лень, Могу сказать, перенесла тревогу, Досталась я в один и тот же день Лукавому архангелу И богу. Всевышний царь потом признал своим Еврейской девы сына, Но Гавриил, завидная судьбина, Не перестал являться к ней тайком. Как многие, Иосиф был утешен. Он пред женой по-прежнему безгрешен, Христа любил как сына своего, Зато Господь и наградил его. Аминь, аминь. Много еще. Самая малость, Ваше Величество. Прикажете дочитать? Не надо. Оставьте у меня эту... Гаврилиада, Ваше Величество. Вот именно. Я сам потом дочитаю. Должен признать, Неплохо декламируете, граф? С чувством, с толком, с расстановкой. Так кажется у Грибоедова. Так точно, Ваше Величество. Перо у господина Пушкина неотчетливое. Пришлось... Помуштровать. Что у вас еще на Пушкина? Вот, Ваше Величество, Копия донжуанского списка, Которую он собственноручно написал в альбом графине Ушаковой. Всего 33 имени. Такой вызывающий цинизм. Ее имя есть в списке? Так точно, во второй половине списка. Наталья, один. Катерина, один. Екатерина, вторая. Катерина, два. Ваше Величество. Н.Н. Княгиня Авдотья, Настасия, Екатерина, три. Аглая, Калипса, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпроксия, Екатерина, четыре. Анна, Наталья. Вот вторая половина списка. Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Ан... Так, читайте сами, граф. На ком вы остановились, Ваше Величество? На Анне. Тут их три. Прошу прощения, Ваше Величество. Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, графена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена... Все, Ваше Величество, кончил. Эту нумерация что означает? Екатерина, один, два, три, четыре. Очередность? Полагаю, порядковые номера. А может быть, столько раз встречался, генерал? Вот именно, Ваше Величество, встречался. Что будем делать? Завидовать, граф. Я отдаю себе отчет, что это только салонная шутка. Но пусть этот список станет вам пособием для составления подробной летописи эротической жизни нашего... Архангела Гавриила. Или беса, Александр Христофорович. Беса, Ваше Величество. Вот именно беса. Против каждого имени, соответствующую фамилию. Пусть постараются ваши мундиры голубые. Александр Христофорович. Пригласите Пушкина. Слушаюсь. Ваше Величество. По Вашему высочайшему повелению титулярный советник Пушкин. Пусть войдет. Прошу. Пусть войдет. Ну, здравствуй, Пушкин. Здравствуйте, Ваше Величество. А признайся, Пушкин, струсил ты, когда фельдегерь посадил тебя в санки. Александр Христофорович, струсил он, как вы полагаете? Думаю, небо с овчинкой показалось, Ваше Величество. С кем бы ты был, Пушкин, окажись 14 декабря на Сенатской площади. Смотри мне в глаза. Встал бы в ряды мятежника, Ваше Величество. Каково. Похоже, мы с вами ошиблись, Александр Христофорович. Не струсил. Что ж, благодарю за смелый и честный ответ. Надеюсь, и впредь на твою откровенность со мной. А теперь правду. Одну только правду, Пушкин. Бунт. Революция. Мне никогда не нравились, Ваше Величество. Это правда. Но я был в связи почти со всеми переписками со многими из заговорщиков. Многие рук сходили под моим именем. Я им скажу также, что за последние пятилетия правления покойного государя нашего я имел на литературное сословие гораздо большее влияние, чем министерство, несмотря на неравенство средств воздействия. Неравенство средств воздействия. Да, Ваше Величество. Александр Христофорович, назовите Пушкин результаты нашего средства воздействия. После разгрома заговорщиков к следствию привлечено 579 человек. Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин, Каховский. Повешены. 121 человек сосланы на каторгу и на поселение в Сибири. Наказанию также подверглись 3 тысячи солдат. Каково? Да покачался бы ты на перекладине, если б... Продолжайте, граф. Слушаюсь, Ваше Величество. По донесениям агентов первая организация заговорщиков. 1816-21 год. Союз спасения, союз благоденствия. 1821 год. Южное общество, Северное общество, а также общество Соединенных Славян. Заговорщики стремились произвести военный переворот силами армии без участия черни. Члены тайных обществ. Главным образом офицеры, участники войны 12-го года. Программа Южного общества, отмена крепостного права, установление унитарной республики. Северное общество, установление конституционной монархии с федеральным устройством. Что Пушкин? Участие в работе тайных обществ, в подготовке и осуществлении бунта, третьим отделением не наблюдалось. На допросах следственной комиссии злодеями решительно отрицалось. Благодарю вас, граф. Вы свободны, Александр? Христофорович. Ты крепко виноват передо мною, Пушкин. Но я помиловал тебя за всю твою прежнюю добродетель для России. Злодеи ратуют за отмену крепостного права. Глупцы! Чем жить-то будут, ежели распустят своих рабов? У тебя в Михайловском сколько душ? Михайловское принадлежит не мне отцом и его брату. Моя же вотчина сельцоболдина Нижегородской губернии, но оно поделено между мной, моей старшей сестрой, младшим братом Левушкой. Так чем же ты живешь? Изданием произведений моих. Ах, да-да-да-да-да. Ты же первый из поэтов российских, живущих трудом своим. Ну что ж, похвально, похвально. Велик ли доход? На карточные долги хватает? На карточные хватает. Чему предпочтение отдаешь? Вис на спа? Бист. Мне тут анекдот рассказали. Слушается дело об убийстве. Судья говорит, подсудимый, расскажите, как было дело. Подсудимый, сидим, играем в преферансы. Я с этим чудаком вестую в темную. И тут я несу пичку. И покойничек несет пичку. Я несу черву, и покойничек несет черву. Судья, ну за такое надо бы канделябром. Подсудимый, ну я так и сделал. Смешно, не правда ли? Очень смешно, Ваше Величество. Да, нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас в России. У нас в России меры не знают. Не знают, не знают. Так что же помешало тебе 14 декабря быть в рядах мятежников? Ответствуй. Свободны. Мы одни. Не поверите, Ваше Величество, Заяц дорогу перебежал. Заяц дорогу перебежал и спас тебя от виселец? Выходит так. Непостижимо. Нет, впрочем, я и сам грешным делом приметам верю. Еще священник по дороге попался. Попу навстречу быть беде, это серьезно. А против кошки и зайца надо было скрестить пальцы вот так. Повернуться и спиной пересечь черту. Я был в санях, Ваше Величество. И потом я уже пересек эту черту. Так благодари Бога, что ты пересек только эту черту, а не другую, из-за которой уже нет возврата. Я полагаю, что благодарные потомки поставят памятник этому зайцу на том месте. Как ты думаешь, поставят? Я не знаю, Ваше Величество. Поставят! Дураки были, есть и будут. Скажи, тебе знакома эта поэма? Гаврелиада. Да. Нет. Нет. Да. Так знакома? Меня уже подвергали допросы в третьем отделении, Ваше Величество. Я показал, что рукопись я ходил между офицерами гусарского полку. От кого же именно я приобрел он, я никак не припомню. Свой список я сжег где-то в году 20-м. Скажу также, что ни в одном из моих произведений, даже в которых я особенно раскаиваюсь, нет следов кощунства над религией, тем прискользуем мнение, приписывающее моему первому произведению столь постыдно и гнусно. Как это Гавриле Адам? Ну, сьё. Перекрестись, что это писал не ты. Рука не поднимается, Ваше Величество. Я православный христианин. Простите, стыдно было признаться, но Гавриле Аду написал я. В страстную неделю Великого Поста. Боже мой. Это всё? Всё, Ваше Величество. Глава моей в вашей власти, но я сказал вам правду. Ну, что ж, миловать так миловать, а казнить так казнить. Бог тебе, судья. ЗВОНОК Александр Кристофорович, мне это дело подробно известно. И совершенно кончено. Ваше Величество. Вы меня поняли, граф? Так точно, Ваше Императорское Величество. Разрешите идти? Свободно. Откуда растёт великое искусство, Пушкин? Из гнили разлагающегося старого? Или из сил растущего нового, а? Может быть, Вашему Величеству будет угодно переменить мою судьбу. В дальнейшем, каков бы ни был мой образ мысли, я буду хранить его про себя и впредь безумно не противоречить общепринятым порядком. Договорились? Вот тебе моя рука. Ваше Величество. Послужи мне верой и правдой своим пером и впредь будешь не оставлен монаршей милостью. Отныне я твой единственный цензор. Тебе открывается широкое поле литературной деятельности в области чистого искусства. Но никакой политики и никакой гражданской проповеди. Договорились? Певец Руслана и Людмилы. Мне отправляться обратно на Михайловское, Ваше Величество, или я могу? Ты вулин отправляться куда хочешь, Пушкин. Свободен. Честь имею, Ваше Величество. Честь имею! Пушкин. Ты... Свободен. Поверю вас вместе. Поговорю вас вместе. Ушкин! Пушкин, ты свободен в пределах государства российского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клиенты ждут Что ночь сегодня нам готовит? Спор Досады от речей, как обычно Опять обновы, но сколько можно? О, ночной гость выпал Кто же этот молодец? Молодец! Молодец! Боже, испугалась, как, как тут не будешь верить картам? Здравствуйте, здравствуйте, любезный! Прошу общей, мы, вы впервые у нас или... Или, или, софия, сами не признали Пушкина, я волнуюсь! Александр! Батюшки Светы! Александр Пушкин! Милами пана Бидзыч! Каков молодец стал! Сразу и не признала! Выглёнто пан Швэтне, то есть дюмивайонце, то есть поняла! Томиши подоба! Бакенбарды эти! И годков уж под тридцать, так? Да, мы стареем, вы все молодеете, а мы… Уженьку и барзу! Девчины мои до сих пор помнят, как вы захаживали с приятелями вечерок скоротать! Картишки, девочки, стихи, бильярдик! Александр, я к Щепанма! Куда же вы пропали? Ведь ни один год не было вас! Не я пропал, меня пропали! Давайте не будем об этом, компану и мадам! А же компану и месье! А вы тут, я вижу, фонтаном обзабелись, выручки хватает? Так, если чевище, не отстаём от моды! Клиентам нравится, когда мои девчины перед ними в прозрачных шальварах танцуют! Каждому хочется хоть ночь в гареме побывать! Ведь хочется, Александр! Хочется, хочется! Правда, гость нынче не тот! Андр, ну, Александр, Асуар, Сильвупле! Всё бунт этот! Шуму, гаму, толку, пшик! И сами сгинули, не запонюх табаку! А люди теперь всего боятся! Жандармы кругом слежка – кошмар! А гусары? Разве не заходят к вам гусары, как обычно? Навар-то ты, мувич, Александр! Гусар нынче тоже не тот! Верите ли, с Христова дня ровно до субботы никого будто вымерли! И тут на медний бог послал! Приходит трое пьяных, с позволения сказать, гусар! Рожи красные такие, пахнет, фу! Ну, я им вывела девочек, они выбрали! Проволандались с ними всю ночь! И что же, Александр? Пошли прочь, не заплатив! Я им, господа, господа гусары, а деньги, деньги надо платить! А эти жеребцы так! Гусары с женщин денег не берут! Каково? Вот чтобы они яйца свои все для раздавили! О, пардон! Правда, одному я все-таки след оставила, трошечка! Отвела душу! А нынче посетителей много? Из друзей есть кто-нибудь моих? Я слышал, в кабинете идет игра! А как же играю? Играют по-крупному! Приятели ваши, может быть, и есть, их у вас всех не упомнишь! Да вы загляните, Александр! Нет, не буду мешать, мне бы хотелось ее оставить! Бронь божья! Дай Бог, чтобы вам всегда хотелось! И моглось! Нам же прошим, девчины сейчас все заняты! Как только освободятся все ваши! Нет, я к вам, мадам! Вы меня не поняли! Не могли бы вы мне погадать? Ах, погадать! Ну, добре, Александр, добре! Хотите прямо здесь? Нет, нет, нам никто не помешает, там серьез и надолго! И оставьте эти карты! Ими уже играли! Для серьезного гадания нужна чистая колода, нераспечатанная, как девочка! Вы не поверите, моншер! Но я гадала даже самому императору Александру! Ну что вы! Да и нынешний тоже приглашал меня! Николай? Ч-ч-ч-ч! По-уф-не! Как это? Кон-кон-кон-кон-кон... Конфиденциально! Вот так! Конфиди-ци-аль-но! Ну-с! Король Бубновый! Приступим! Кол-кол бьет, это что-то значит? Верите в приметы, Александр? Очевидно, предсказание сбудется! О, вы боитесь! Может быть, в другой раз! Вы так впечатлительны! Почему быть тому не миновать? Гадайте! От судьбы не уйдешь! Гадайте! Ну, добр же, Александр! Снимите левой рукой к себе! Что было? Что будет? Что на сердце? Чем сердце успокоится? А было у вас, Александр, неожиданные деньги? Письмо? Дальняя дорога? Хлопоты казенному дому? Девятка пик! Потеря друга! Кошмар! Что с вами было, Александр? О, смотрите! Опять подряд выпали под ночью костом король! Сплошь пики! Что значит этот король пиковый? А это ваш враг! И он преследует вас! Да, он преследовал и преследует меня! Не с нас вружный способ, Александр! Давайте, что есть и что будет! Что есть и что будет! Что есть и что будет! Опа-но! Опять этот король пик! Но нет, Александр! Все не так плохо! Вам, бубновому королю, в ноги выпала дама и десятка той же масти! Что это значит? А это Барзо Добже! Вы получите ответ на свою любовь! Но! Четыре дамы, четыре короля! Это большое общество сплетни! Что случилось с картами неразумим! Александр! Давайте вы сами! Снимите левой рукой к себе четыре карты! Откройте! Пушкин! Да у вас лёгкая рука! Цудовнее! Гратолюю Бенди Шлупу! А что это значит? Вас ждёт свадьба! Я ж бед! Александр, не надо искушать судьбу! Я хочу ещё! Я хочу ещё! Достаточно, Александр! Я хочу ещё! Но Добже! Ну что вы наделали! Я говорила, вам не надо! Это великовал, как большой ссори! Давайте я сама! Проживёте долго и счастливо! И в большой славе, если… Если? Если на тридцать седьмом году жизни вашей Не случится беды от белой головы Белого человека! Все, Александр! Больше не могу! Видно, просто сегодня не ваш день! Вы расстроены, Александр! Ну, конечно, что-то было мной угадано! Но вы же не фаталист! Вас все любят! Девочки, скоро освободят! На шоке, Павел! Воды! 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 На шоке, Павел! Воды! 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 Садь! Пей! Пей, я сказал! Соли, соли, соли! Что? Что случилось? Я… Я проиграл деньги! Опять! Что ты тут из-за на шоке! Мари, рокят! Ну да пошли на шоке! Все, что было! А еще… Я заложил макет на шокеенского домика! Что? Столько лет я собирал это чудо! В нем были миниатюры мастеров Петербурга, Вены, Лондона, Парижа! Все восхищались! Я нынче заложил его за сорок тысяч! За сорок тысяч? Бздура! Да ничего страшного! Домик же крошечный! Ненастоящий! Кто бздура? Бздура по-польски ерунда! А ну вон пошла! Челюха старая! Вон пошла! Вон! Ради Бога! Ради Бога, оставьте! Видите, когда они стояли! Сядь! Этот Голицын трепло! Я все проиграл, Саша! Все проиграл! Три карты, будь они прокляты! Ну хватит, воин! Сорок тысяч! Велики ли деньги? Да больше, что нам проигрывать-то! Ты скажи, чем тебе князь Голицын с бабкой не угодили? А? На днях собрались у Соболевского, понтировали! Ночь прошла незаметно! Сели ужинать в пятом часу утра! Ну, я проиграл по обыкновению! Ты же знаешь, Александр, что я несчастлив играю мирандолем! Никогда не горячусь, а все проигрываю! Я ни разу не поставил на руку! Ни разу не соблазнился! Ну, подали шампанское, закурили, и тут князь Голицын возьми похвосты! Как он, распроигравшийся пух, пришел к своей бабке, графине Голицыной Наталье Петровне просить денег! Денег, говорит, она мне не дала, а сказала три карты, назначенные в Париже графом Сан-Жерменом за рендеву! Попробуй, сказала бабка! Я, говорит, поставил три карты и вбиг отыгрался! Перед уходом он меня их назвал! Тройка, семерка, туз! Я решил попадать в счастье! Поставил карту! Куч над ним мелом написал весь залог за домик, все сорок тысяч! Стали метать! Направо легла девятка налево, тройка, Саша, тройка! Я выиграл! Я впервые играл! Снова стали метать! Я опять поставил свою карту, ныне свой сорок! И выигрыш сорок! Итого восемьдесят тысяч! И опять удача! Валет! Выпал направо, семерка налево! Я открыл семерку! Они всякнули! Мне отсчитали сто шестьдесят тысяч! Я их принял! И хотел было уходить, но не тут-то было! Уговорили остаться! Везение, говорят, необыкновенное! Нельзя, пускай такой случай! Ну, выпил Шабацкого, сел играть! И тут у меня в голове как затмение нашло! Я в ушах только слышу! Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, туз! Будь он проклят! Направо легла дама, налево! Туз! Я схватил свою карту и кричу! Туз выиграл, господа! Туз выиграл! Но то был не туз! То была дама! Дама пик! Пиковая дама! Вот и все, Александр! Ну, хватит, Войныч! Ты проиграл свои сорок, остальные-то были чужие душа! А если бы так, я стал отыгрываться в долг! В долг? Ну, какой же ты дурак! Дурак! Братец ты мой! И тебе я должен триста тысяч! Сколько? Триста! Боже! Не выкупить ни на что! Я без гроша! А не за то отец сына порол, что в карты играл, а за то, что отыгрывался в войны! Дурак! Что я скажу Верочке? Что я застрелюсь! Хотя нет! Я утоплюсь! Где? Фонтане? Здесь сейчас! Сядь! Неужели ты думаешь, я тебя оставлю в таком состоянии? Что тут можно поделать? Сколько их там насчет? Двое! Что ты задумал, Каша? Федор Толстой! Известный человек! Надо сейчас подумать! Саша! Поддумайся! Утесни его! Погадайте его! Супал Иванович! Теперь мой черед! Господа! Можно просить вас пожаловать сюда! Доброй ночи, господа! Извините, что нарушаю вашу трапезу, но дело, дело, господа, безотлагательное! Какие здесь могут быть дела, только девочки! Ой, ой! А карты? А карты? Вот, горю желанием проиграть вам вот эту мелочь! Всего три карты из сорок тысяч ваших, господа! Не откажите мне в любезности! Ой, я ведь тут проездом! Как увидел Петербург, голова моя кругом пошла! Зимний дворец! Ой, Сенатская площадь! Петропавловская крепость! Вы были там, господа? Поп! Что, что, что? Бог милого пока! Будете, куда вы денетесь! Приятель затащил сюда к девочкам, а мне страсть какая-то сыграть! Даже проиграть в таком обществе почти за честь! Господа, не откажите в любезности! Ведь не поверят, как начну там у себя рассказывать! Где это там? Вбалденье! А у отца в Михайловском! Старый хрен! Велит ехать к нему! Завтра еду! Господа, не откажите! Господа, всего сорок тысяч, господа! Сорок тысяч, наверное, не валяются, ну я умоляю вас! Да поздно, уже святая! Ну я умоляю вас! Федя, Федя, ну что ты права! Ну надо уважить приезжего порвенья! Выблагодарю, господа! Ну ладно! Я умоляю вас! Давайте ваши карты! Пожалуйста, заберите, пожалуйста! Поможем ему избавиться от сорока тысяч? Ой! А порвенью, это что такое? Я по-хранцузски не бельмеса! Порвенью! Порвенью означает добрый малый! То есть, хороший человек! Порвенью! Мы тебе поможем! Оставим память о Петербурге! Ой, я век не забуду! Может мы пойдем туда к вам? А то мы здесь как три волоска на вашей лысине! Зачем туда? Тут и раскинем банчок! Мы еще не кинули карты! А уже хватит мои денюжки! Ну что вы! Софья оставим дорожащие мои! Пойдите сюда! Дайте новую колоду! Чистую! Как девочку! Не распечатываю! И шампанского! Чтобы островить господ с выигрышем! И со знакомством! Эй! Как вас там? Меня? Ганнибал-младший! Ганнибал-младший? Да! Что, мне не верить? Верю! Что в господи! Верю! 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 Всякому зверю! А тебе и ежу! Ой, покажу! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп! Нащокин брат мой! Подни сюда! Я здесь! А теперь мечи, любезный! Мои тройка! Семерка! Туз! И в своем уме, Александр! Сколько в банке? 45! Отвечаю! Возьмите. Возьмите. Тройка! Моя тройка выиграла! Поздравляю. Еще? Моя семерка. Сколько в банке? Восемьдесят. Отвечаю. Семерка! Моя семерка выиграла, да? Она уже не говорила. Саша, уходи! Уходи! Саша, уходи! Вы сказали, три карты. А сыграли только две. Господа, три карты? Хотите продолжать? Саша, мы выигрышем! Нет, Нашокина, они правы. Я заказывал три карты. Осталась еще одна. Туз! Не спа, туз! Только на сей раз банк буду метать я. Так нельзя, это не по правилам! Оставь его, пускай мечет, черт с ним. Сколько в банке? Сто шестьдесят тысяч. Деньги. Деньги. Федя, это последние. Деньги. Федя, последние. Деньги, я сказал. Отвечаю. В банке триста двадцать тысяч. Открываем. Туз. Выиграл! Молодец, Федя! Я же говорил тебе, Александр! Ха-ха-ха-ха-ха. Будем на пурок или на каркас старый. Все, приграли. Только... Туз нас чокин! Не возможно! Мерси бьен, вье! Мерси бьен! Вы играете не по правилам. Вы подвидели колоду, у вас карты крапленые. Нет, все было честно, вы же видели. Ваша дама бита! Убита! А мой туз вашу даму. Вы батенька Шуллер! Кто я? Шуллер, я тебе штофилька в капусту порублю. В барьеру! Позвольте со мной, сударь! Сейчас спустись. Назад! Тише, дамы и господа. Сейчас меня, Александра Сергеевича Пушкина, сей тип, вызвал на дуэль. Нащекин, ты будешь моим секундантом. И так дуэль. С десяти шагов, я не шучу. Вы согласны? Согласен, обезьяна. Фу, сэбульгер. А ну-ка, Нащекин, отсчитай десять шагов. Я тебе покажу обезьяну. Господи, пронеси. Это же Александр Сергеевич Пушкин. Раз, два, три, четыре, четыре. Я понимаю, запрещены. Не мешайте мне. Нащекин, вернись! 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 Не позорь меня, встань здесь! Господа, нет ли у вас лишнего пистолета? А то это уже не дуэль. А расстрел на Сенатской, черт босс, драл обоих! Питышон, заряжен. Вы немец, Данкишюн. А теперь, любезный, откройте шампанское. С удовольствием. Как только пробка вылетит, стреляем. Мы готовы? Ты не боишься умереть? Пушкин! Я не фаталист. Мне еще предстоит жениться. И потом вы... Не блондин. Саша, родной, вставай, Саша! Давай! Саша, вставай, Саша! Это Александр! Где? Александр! Александр! Где? Я не знаю, куда он попал. Теперь мой выстрел в барьеру, сударь! Прощай, Федя! Не надо. Не надо. Ну, здрасте. Александр Сергеевич! Кушкин! Вы же великий поэт! Я вас сразу не узнал. Мама, мать моя старушка, как мама молитву на ночь читает. Буря мглою небо кроет, вихры снежки. Помилосерствуйте! Жена, дети! Мало-мало-меньше! Пощадите! Я мать твою... Прости, господи. Пожалей её! Дай руку мне! Дрожишь ты, дон Жуан! Вон! Седур! Вон! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...